Робонавт возвращается на МКС, дроны перевозят органы, корабль SpaceX взорвался, но Илон Маск делает вид, что всё в порядке и анонсирует сервис беспилотных такси Tesla. Все самые интересные новости из мира высоких технологий одной строкой. Робонавт НАСА вернется на МКС. Напомним, что робот вышел из строя в 2014 году, когда космонавты сами попытались прикрепить к робонавту ноги. Как выяснили инженеры на Земле, было нарушено питание робота, из-за чего он начал вести себя непредсказуемо. Сейчас поломки устранены, роботу сделали апгрейд, прикрутили ноги и вот-вот вернут на орбиту для помощи космонавтам. Проект важен, так как НАСА планирует, что такие роботы будут работать на будущей окололунной орбитальной станции. Boston Dynamics, планирующая выпустить в этом году на рынок роботов Spot Mini, наштамповала их достаточно, чтобы они могли тянуть грузовик. Все роботы, которых вы видите, это лишь бета-версии, на которых компания испытывает новые решения для удешевления и повышенной прочности робота. SpaceX отказалась признать взрыв Crew Dragon во время испытаний. На улетевших в сеть кадрах явно видно, что капсула взрывается, но компания заявила, что произошла некая аномалия, причем произошла она якобы до запуска аварийных двигателей, которые и предполагалось испытать во время этого запуска. В SpaceX можно понять, если они признают, что взорвался двигатель Super Draco, это нанесет по компании сильнейший удар и отодвинет полет Crew Dragon на неопределенное время. Отметим, что капсула Crew Dragon, которая стала виновником торжества, та же, что летала в марте на МКС, чтобы продемонстрировать свои возможности. В продолжение космической темы. Два робота NASA под названием Astro Beast прибыли на МКС. Роботы должны провести инвентаризацию, а затем приступить к главной задаче, проекту SoundSea, направленному на определение неисправностей аппаратуры на МКС по звуку. Для этого роботы запишут звуковые дорожки работающей аппаратуры, а искусственный интеллект выявит отклонение от нормы. Также роботы протестируют созданную для них роборуку. В Майами строят первую воздушную гавань для летающих автомобилей. На многих американских небоскребах есть вертолетные площадки. Но это будет первый Skyport, площадка для летающих такси. Объект планируется к сдаче в 2019 году, и владельцы здания посчитали, что проще сразу спроектировать Skyport, чем перестраивать здание через 5-10 лет. Phoenix, новый дрон на вооружении Великобритании, самый дешевый военный беспилотник в мире. Фюзеляж и крылья из углеродного волокна, даже при длине 15 метров и размахе крыльев 10,3 метра, стоят дешево, а сам дрон покрыт солнечными панелями. У Phoenix нет двигателя, а значит и топливо ему не нужно. Для передвижения дрон всасывает воздух, отчего становится тяжелее и ныряет вперед и вниз. Затем воздух выходит, и дрон снова движется вперед, но уже вверх. Phoenix может оставаться в небе неопределенное количество времени, и это прекрасная дешевая альтернатива спутникам слежения. Арабские Эмираты заинтересовались искусственным китайским ведущим. Цифровой диктор компании Sogu менял тональность голоса и обладал мимикой, как у настоящего человека. Теперь такого ведущего разрабатывают для государственной медиа-компании Abu Dhabi Media. Надо сказать, что подобные технологии есть и у нас, пусть они немного и отстают. Так, Сбербанк создал женщину-телеведущую по имени Елена. Елена — это программа, которая состоит из синтезатора голоса и виртуальной модели лица. Надо только загрузить текст новости, и цифровая модель попытается воспроизвести ее максимально натурально. Специалисты из Университета Мэрилэнда впервые в мире использовали дрон для перевозки человеческого органа, который затем был пересажен пациенту. Для перевозки органов дронами исследователи разработали специальный контейнер, который поддерживает необходимые условия, а также собирает и передает врачам информацию о температуре органа, давлении в контейнере, высоте полета, вибрациях и текущем местоположении дрона. Инженеры французского технологического университета IMT Atlantic разработали контактную линзу с гибкой микробатареей, способной работать несколько часов, передавая визуальную информацию по беспроводной сети. Изобретение открывает интересные возможности. Внедрение интерфейса человек-машина, включение функции дополнительного зрения, разработка новой системы связи. В линзу можно будет интегрировать вычислительные устройства, светодиодный дисплей, радиочастотный передатчик и датчики для отслеживания направления взгляда. Не зря на разработку сразу положило взгляд Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Тесла планирует запустить сеть автономных такси к 2020 году. Маск рассчитывает, что авто предоставят сервису сами владельцы, а компания заберет себе 25-30% прибыли. Правда, для реализации проекта автомобили Тесла должны стать полностью автономными. Помочь в этом должны новый чип Full Self-Driving и данные о 70 миллиардах километров пути, собранных всеми автомобилями Тесла. Система автопилота должна быть готова к середине следующего года. А вот у нас беспилотные такси должны появиться на улицах Москвы уже в этом месяце. Если эксперимент пройдет удачно, в России появится нормативная база для беспилотных авто, а Яндекс создаст сервисы пассажирских и грузовых автономных перевозок. На днях программа «Военная приемка» показала эксклюзивное видео, на котором военный беспилотник «Орлан-10», давно и успешно снабжающий нашу армию разведданными, отрабатывает посадку на военный корабль. До сих пор это было невозможно. Сложность задачи в том, что и корабль движется, и воздух вокруг него циркулирует со своей скоростью, и сам самолет должен в точке касания сети иметь минимальную скорость и правильное расположение сближения. Теперь задача решена, причем в автоматическом режиме. Всероссийский научно-исследовательский институт труда составил список новых профессий, которые появились в стране за последние несколько лет. В перечень вошли оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по промышленной робототехнике, специалист по большим данным, по менеджменту космических продуктов и по интеграции облачных приложений. Так как все профессии новые, в них наблюдается недостаток квалифицированных кадров, в отличие, например, от юристов и экономистов. Развивайтесь в правильном направлении, ставь лайк, подпишись на канал и будь в курсе новостей из мира технологий. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok